Клуб отечественного хоккея Все эти годы прославляли советский, а потом и российский хоккей Конечно, имели огромную честь принадлежать великому бренду, который не имеет аналогов в мире Поэтому всех с праздником и спасибо болельщикам за многолетнюю поддержку И не случайно команда с такой поддержкой стала лучшей в мире на протяжении многих лет День рождения клуба армейцы справляли, как положено, на льду в матче против подмосковного Атланта В этот день на глазах у ветеранов и болельщиков красно-синим хотелось победить и прервать затянувшуюся серию шести проигрышей Но всю обеднюю армейцам нынешним испортили армейцы бывшие Как говорится, имевши не ценим, потерявши плачем Именно экс-игроки ЦСКА устроили праздник себе, своим партнерам и болельщикам Пачин сделал упер, капитан Мутищенцев отметился в протоколе на девятой минуте Затем пришел черед Николая Жердева поздравить с юбилеем бывших одноклубников На этом 93 номер гостей не успокоился На флажке второй 20-ти минутки Жердев оформил дубль Минутная расслабленность игроков Атланта после третьей шайбы позволила армейцам усилиями Буравчикова чуть сократить отставание Но это был лишь всплеск в самом начале третьей 20-ти минутки Ливандовский забросил четвертую шайбу и снял все вопросы относительно победителя этого матча Паршин за три секунды основного времени лишь чуть подсластел пилюлю Чего-то больше в этом матче юбиляры сделать не смогли или не захотели 24-4 Атлант Здесь на таком льду нужно наоборот упрощать игру У них есть качество для этого Они, я говорю, еще раз забили за счет этого Поэтому я думаю, что у них хорошая команда, хорошие молодые ребята С желанием играют, но слишком много лишнего ЦСКА терпит седьмое поражение подряд Конечно, это не могло не расстроить президента ЦСКА Вячеслава Фетисова Не такой игры в этот день ждал знаменитый армеец от своей команды Дальше так продолжаться нельзя Не может и не должно Особенно сегодня перед глазами величайших игроков современности Это безликая команда, бесхарактерная Я бы не стал это все валить на тренера Потому что он попал в непростую ситуацию Как и все мы Но и у ребят тоже должна быть совесть и ответственность перед тем, что происходит В историческом плане под сводами этого дворца И десятки величайших имен разместили в своей майке здесь под сводами дворца И, не знаю, стыдно вот так играть Но в любом случае надо срочно принимать решение Я уже обращаюсь к руководству Роснефти Чтобы они, в общем, определялись уже со спортивной составляющей Ну и вчера свой первый матч за ЦСКА после возвращения из океана сыграл Никита Филатов После игры он поделился своими впечатлениями от дебилки Отличная атмосфера Хороший настрой Вроде вышли на эмоциях Но это, пожалуй, все из хорошего Играли плохо и проиграли заслуженно Поэтому и дебют не получился Надо работать и налаживать игру Сейчас еще одна игра в этом году А потом в следующий год надо уже что-то делать и просто играть по-другому Идем дальше В Попраде хоккеисты лево принимали лидера западной конференции СКА Питерцы сделали игру за 22 минуты Правда, хозяева в оставшееся время сократили отставание до минимума Но на большее словаков не хватило Ну а в столице Белоруссии встречались два динамовских коллектива Минска и Риги Первый период остался за хозяевами Счет открыл Петр Подкратский Самым результативным получился второй отрезок Вначале стать удвоил преимущество хозяев А затем за дело взялись рижские хоккеисты На 56-й минуте кришлянис Редликс сократил разрыв счета А через 4 минуты его брат Екобс восстановил равенство Третий период и овертайм получился безголевыми А в серии буллитов удача улыбнулась хозяевам Единственная точная попытка на счету Дмитрия Мелешко 3-2 Рига Вчера 65-летие отпраздновал еще один московский клуб Спартак, который так же как и ЦСКА переживает не лучшие времена Из-за финансовых проблем команду начинают покидать ведущие игроки Так в Амур перешел капитан Олег Пиганович Высшей лиги Ярославский локомотив одержал третью победу На этот раз молодежь Петра Воробьева расправилась с Шталью В первом периоде у гостей отличились Капустин и Зюзякин Хозяева усилиями Глебова одну шайбу отыграли Во втором и третьем периодах железнодорожники по разу зажигали красный свет За воротами ижевской команды Точными попаданиями отметились Яшин и еще раз Зюзякин 4-1 Локомотив В других матчах игрового дня Мечел на своем льду В сверхупорном поединке сломил сопротивление Дизеля Аутсайдер Востока Спутник переиграл одного из лидеров запада Альметьевский нефтяник Швейцарский хоккейный клуб Хельветтикс может стать участником КХЛ Начиная с сезона 2014-2015 С клубом подписан договор о сотрудничестве По которому швейцарцы обещают инвестировать средства в инфраструктуру Окончательное решение об участии Хельветтикса в КХЛ Должно быть принято до 30 апреля 2014 года Ну а теперь о том, что вас ждет сегодня В КХЛ будут сыграны 8 матчей, 3 из которых вы сможете увидеть на нашем канале В 16.55 прямая трансляция Борис Динамо Москва В 19.30 вас ждет премьерный показ матча Акбар с Новокузнецким металлург Ну а в 21.30 еще одна премьерная трансляция Спартака в ангар На этом у меня пока все новости Но я вам настоятельно советую не переключаться Далее вы узнаете, зачем Александр Овечкин едет в Ригу на матч всех звезд КХЛ Об этом вам расскажет Анастасия Фомкина в программе «Прогноз погоды» Пока А художественный фильм «Авинатор» А где-то в Америке Александр Овечкин собирал необходимые вещи И пошел пешком на матч всех звезд КХЛ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова